Пушистого всем дня, это Тая и 5 лучших игр в Steam, которые выходят в ноябре. И пускай здесь не будет громких релизов, но мы поделимся с вами тем, что показалось нам действительно интересным. Сомервилл. Это приключенческий экшен о вторжении инопланетян. События разворачиваются на земле будущего, которую практически полностью уничтожили пришельцы. Нам предстоит сыграть в роли главы семьи, который пытается спасти своих родных. Мы будем исследовать местность, искать вещи, которые могут пригодиться героям для выживания, убегать, прятаться и изучать окружающий мир. Наша главная задача – выжить. Сюжет игры раскрывается при помощи анимации, поэтому неясно, нужна ли конкретная локализация, но нам точно понадобится контроллер. Эта новинка может быть интересной, ведь одним из ее авторов является разработчик Лимбо и Инсайт. Бенди и Темное Возрождение. Это хоррор с элементами выживания от первого лица. Действие разворачивается в жуткой анимационной студии. Нам предстоит сыграть за девушку по имени Одри. Она художница, которая оказалась одержима таинственными чернилами. Мы будем исследовать глубины жуткой анимационной студии, сражаться с зараженными врагами, решать головоломки и прятаться от чернильного демона, пытаясь найти путь в реальный мир. Нам придется постоянно быть начеку, ведь никогда не знаешь, кто или что может оказаться за следующим углом. Релиз Бенди уже переносился. Поклонники несколько лет ждали эту игру. Надеюсь, она их не разочарует. Фладланд. Это градостроительная стратегия. После климатической катастрофы цивилизация была разрушена. Большая часть суши оказалась затоплена. Нам предстоит сыграть в роли предводителя небольшой группы выживших людей, которая пытается наладить свою жизнь на острове. Мы будем собирать ресурсы и попытаемся восстановить утраченные технологии. На разных островках Земли, которые нам придется исследовать, мы обнаружим другие группы выживших, но не все они будут дружелюбны. Помимо строительства и исследования, мы будем заниматься формированием законов, чтобы люди жили в мире. Важно помнить, что любое наше решение будет иметь свои последствия. Каждое прохождение будет начинаться на новой карте, и мы сможем написать историю человечества с чистого листа. Evil West Это кровавый экшен-шутер с видом от третьего лица. Похожие игры про мистический запад становятся трендом этого года. Мы отправимся в мрачный мир, заполненный вампирами и другими таинственными созданиями. Нам предстоит сыграть в роли одного из последних агентов секретной организации, занимающейся охотой на монстров. Наш персонаж – это последняя надежда мира на спасение. В ожесточенном бою нам будет доступен арсенал оружия, а также приемы ближнего боя. По мере прохождения игры, оружие и навыки персонажа можно будет улучшать и прокачивать. Охотиться на чудовищ можно в одиночку или в компании с другом, с которым мы узнаем мифы и легенды Дикого Запада, переложенные на новый лад. Последнее время нас не особо балуют бонусами за предзаказ, но в Evil West мы получим новый костюм и 5 обликов для оружия. Что ж, злой Запад ждет своих героев. Корабль дураков Это забавная кооперативная игра в жанре Роглайт, и пускай главные герои выглядят дурашливо, зато они не боятся отправиться в опасное плавание, чтобы защитить свой дом от приближающегося акваапокалипсиса. На своем корабле нам предстоит уничтожать ужасных существ из глубин морей при помощи могучих пушек, расположенных на палубе. Нас ожидают сокровища и уникальные артефакты. Возможность улучшать свой корабль поможет нам в этом приключении. И даже самые грозные морские боссы будут нам по плечу. Мы уже можем взглянуть на них в домоверсии. Ой, какой страшный краб. В этой ненавязчивой игре мы можем подурачиться с другом. Надеюсь, это будет веселое путешествие. Это были новинки ноября, которые показались нам наиболее интересными. Ссылки на игры и таймкоды есть в описании. Это была Тайя. Лайк, подписка и звон в колоколец всегда остаются на ваше усмотрение. Всем пока!